Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Для портала экзегет.ру мы записываем чтение книги Пророка Осии с комментариями. И на очереди у нас третья глава. Третья глава заключительная из этих первых трех вводных глав, которые являются вводными не только к книге Пророка Осии, но вводными и по отношению ко всей книге 12 малых пророков. Эти три первых главы, первая, вторая и третья, в них содержится, развивается супружеская метафора, с помощью которой пророк иллюстрирует, изображает отношения Бога со своим народом, с Израилем. «И сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». Интересно. Отношения восстановлены были во второй главе у Израиля со своим Господом. «Израиль вновь был обручен Господу», но, видимо, это пророчество о грядущих временах, о том дне, о дне Господнем. Здесь же вновь возвращается былая тема, тема первой главы. «Кто же эта вторая женщина, о которой сказано? Иди еще и полюби женщину, любимую мужем». Этим мужем здесь, по всей видимости, является не Осия, а какой-то другой человек. Одни комментаторы говорят, что дважды пророк должен был совершить вот это символическое действие, действие, которым он изображал отношения Израиля с Богом. Дважды должен был взять себе в жены женщину, прелюбодействующую, блудницу или зона, проститутка. Но в данном случае речь идет все-таки не о знут, не о проституции, не о знуним, а о прелюбодеянии на фуфим. Это слово чаще всего употребляется в качестве прелюбодеяния, оно лишь частично является синонимом слова «знут» или «знуним». Та же самая гомерь – это женщина или нет? Зададим мы тоже себе вопрос. Разные даются ответы. Одни говорят та же, другие говорят нет. Судя по контексту, другая женщина. Я придерживаюсь мнения, точки зрения, что это одна и та же женщина, об одной и той же идет речь. И главным аргументом вижу здесь тот аргумент, который привел, в частности, итальянский библист Альберто Мелло, библист итальянский, живущий в Иерусалиме. Он написал замечательную книгу, которая называется «Страсти пророков». Также у него есть целый ряд других книг, посвященных пророческой литературе. Он приводит такой аргумент. Ведь что изображает собой отношение Осии с Гомерью? Эти отношения изображают собой отношение Бога с Израилем. Осии изображает Бога, а Гомерь, эта женщина продажная, изображает собой Израиля, идолопоклоннического, прелюбодействующего от Господа. И у Израиля один Бог, но и у Бога один народ. Это народ израильский. Поэтому и женщина, и символическое действие может совершаться пророком только с одной женщиной. Иначе мы бы вышли за рамки этой метафоры, и уже была бы нестыковка у нас. Понять можно, как развитие дальнейшей метафоры супружеской, содержания третьей главы, только в том случае, если третья глава описывает то же самое, что было описано в первой главе. По сути, третья глава, таким образом, повторяет идею, имеющую место в первой главе. Мне кажется, этот аргумент довольно веским. Здесь говорится о неких виноградных лепешках, которые любят израильтяне. Видимо, это культовые лепешки, которые использовались для богослужения, может быть, для каких-то ритуальных культовых действий, связанных с почитанием Ваала, Астарты. Там вот у пророка Иеремии есть некая богиня Луны в честь, которой тоже культовая выпечка производится, и съедаются какие-то плюшки, пирожки. Здесь виноградные лепешки, лепешки из винограда. Вспомним, как звали отца Гомерия, его звали Дивлаим, две фиговых лепешки, а вот здесь виноградные лепешки. На Руси были чрезвычайно популярны печатные пряники. С их помощью совершались какие-то тоже магические культовые действия, гадания, ворожба и все такое прочее. Было свое определенное религиозное использование этих печатных пряников. Они не были такими безобидными, как те тульские пряники с повидлом, которые мы сегодня покупаем в наших гастрономах. Вот также и здесь виноградные лепешки. Ничего плохого нет ни в виноградах, ни в винограде, ни в лепешках. А порицается здесь их культовое использование. Использовались они не по назначению. Напекли и съели. А зачем их печь и съедать в честь вагала? Это не поощряется пророкам. Дальше что делает пророк? Пророк Осия. Он говорит о себе. Кстати, третья глава, она написана прозой, в отличие от первых двух, которые написаны поэзией. Поэтический ритм, поэтический размер здесь отсутствует. И приобрел ее себе за пятнадцать сребреников, и за хомор-ячменя, и пол-хомор-ячменя. Это цена блудницы. Он приобрел ее себе за ту цену, за которую приобретается продажная женщина. И сказал ей, много дней оставайся у меня. Не блуди и не будь с другими. Так же и я буду для тебя. Он приобрел не для того, чтобы с ней заниматься нехорошими делами, а для того, чтобы ее, эту женщину, хотя бы на эти дни, как здесь сказано, арбей-ямим, много дней, хотя бы в течение этих дней, она хранила себя от блуда и не была с другими. И он так же, я говорю, тоже буду для тебя. Вспомним, как завершалась первая глава. Здесь говорится, что третьего ребенка должны были назвать ло-ами, не мой народ. И добавляется, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим. Слово Богом в тексте нет. Вы не мне, и я не вам. Вы не мой народ, и я не буду вашим. А вот здесь говорится все-таки, «Будь, не будь с другими, а я буду для тебя». Я буду так же для тебя. То есть ты будь для меня, а я для тебя. Обратная ситуация. Исправляется то, что было нарушено. Интересно, из христианских благочестивых житий святых мы узнаем, например, что некоторые святые поступали точно так же. Например, преподобный Виталий, он шел в блудилище и покупал себе женщину на ночь, но не для того, чтобы с ней блудить, а для того, чтобы она хотя бы в эту ночь спасти ее от великого развращения, от блуда. А он, оставаясь с ней всю ночь, он молился в это время. Вот так же и здесь. Осия исполняет указания Божьи и берет себе эту женщину. Берет ее для чего? Лишь для того, чтобы она не занималась блудом, а была с ним, была для него. И я, говорит, буду для тебя. Но для чего все это делается? Для чего совершаются эти символические действия? Дальше объясняется. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы и без жертвенника, без Эфода и Терафима. Пророчество о грядущем плене, когда Израиль лишился своей независимости, оказался в рассеянии, в изгнании, далеко, на великих реках Тигр и Ефрат и на их притоках, оставался без царя и без князя, без же возможности совершать жертвоприношения, которые невозможно совершать в земле нечистой, в земле наполненной идолами, а таковой являлись, с точки зрения и пророка Осии, и других пророков, все другие земли за пределами земли Израиля, землями нечистыми. Вспомним пророка Осию, пророка Амоса, где описывается столкновение пророка Амоса с первосвященником Байтельским Амацией. Он говорит ему за то, что ты вот не слушаешься меня, за это жена твоя будет обесчищена в городе, и царь Ирова будет убит, а ты погибнешь в земле нечистой. Вот земля нечистая, это любая земля, за исключением чистой земли, то есть той земли, которую мы называем святой. Ветхозаветном миропредставлении единственная земля была, где можно было приносить жертвы Богу, совершать жертвоприношения, земля, которую Бог дал потомкам Авраама Исаака Иакова, земля, получившая название земли Израиля. Другие земли пребывали нечистыми, оставались нечистыми, потому что там процветало идолопоклонство. Земли были осквернены идолопоклонством. Земли, где идолы, они нечисты. Грех Израиля еще и в том, что он святую землю, землю Господню, осквернил идолами, осквернил идолопоклонством. И превратил святую чистую землю в землю профанную и в землю нечистую, землю, оскверненную идолопоклонством. Без жертвы, без жертвенника будут пребывать в изгнании, без Эфоды и Терафима. Эти таинственные предметы, которые до конца не разгаданы, как они выглядели и что они означали, какие-то культовые предметы, иногда упоминаемые в Священном Писании, как предметы угодного Богу, истинного, израильского культа. Без них тоже останется Израиль. Терафим мог означать, вспомним книгу Судей, и идола, так же, как и Эфод мог означать идола, одежду идола, или какой-то предмет, связанный с идолопоклонством. Но мог означать и Эфод, и Терафим, эти два предмета могли означать и какие-то положительные вещи вполне. Здесь у Осии, Осия — это довольно ранний пророк, здесь эти вещи, эти предметы загадочные, Эфод и Терафим, возможно, Терафим — это также какие-то мелкие домашние башки, такое могло быть значение этого слова, множественное число слова Терафим. Здесь они, по всей видимости, положительно поминаются, наряду с жертвами, жертвоприношениями, с царем, князем, напоминаются Эфод и Терафим. Ничего предосудительного, самих по себе в Эфоде и Терафиме Осия, видимо, не видит. То есть эти предметы, эти вещи носили положительное значение, использовались так, как нужно их использовать. «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего, и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом, и благостью его в последние дни». Пророчество о восстановлении Израильского царства, о восстановлении династии царя Давида и о восстановлении истинного благочестия. Будут благоговеть пред Господом, бояться Господа, и благостью его в последние дни. Вот такая эсхатологическая перспектива грядущего восстановления этих отношений завершает картину вот этих первых трех глав. Этих глав, в которых развивается супружеская метафора, изображающая собой отношение Бога с Израилем. Грех, наказание, суровое лишение всего былого и потом вновь восстановление, которое произойдет, как здесь сказано, в последние дни. Все-таки израильтяне в ответ на это божественное взыскание, на этот божественный призыв, в том числе и через пророка, о сию звучащий, они все-таки, как говорят нам заключительные слова этой главы, они тоже взыщут своего Бога и обратятся, обратятся, возвратятся к Богу своему. Используется в таком случае глагол, обычно используется шув, глагол «возвращаться». Не просто они изменят свои мысли, они совершат то действие, которое описывается глаголом «возвращаться», а не «вернуться». Вот если человек заблудился в лесу, то ему надо вернуться в ту точку, где он сбился с дороги, с пути. Вернуться и продолжить правильный путь. Вот что такое в Танахе, в Ветхом Завете покаяние. Это возвращение. Возвращение в то состояние, в то состояние, которое было у тебя до момента сворачивания с истинного пути. Путь – это метафора жизни. Есть путь спасения, и есть путь погибели. Есть путь, который показывает Господь и Его пророки. Есть путь, противоположный этому пути, путь погибели, которым идут нечестивые. Часто образ этих двух путей используется, метафора этих двух путей в Священном Писании. И не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете, и далее, в святоотеческой литературе, образ двух путей. Путь истины – это тот путь, которым ведет человека Господь. Путь хождения в заповедях Господних. Но если человек с этого пути сошел, если он с этого пути свернул, пошел ложным путем, то в чем будет состоять покаяние человека? Не том, что он будет сидеть и «ах, как мне плохо, как мне было тогда хорошо, когда я шел истинным путем, а я вот здесь погибаю», плакать, лить слезы, исписывать общую тетрадку, приносить ее на исповедь и перечислять эти бесконечные списки своих грехов. Нет, не в этом, с библейской точки зрения, истинное покаяние. А в чем оно состоит? Встать, повернуться, развернуться и идти обратным путем к тому месту, где ты свернул с истинного пути. Вернуться к Богу, возвратиться к Нему, совершить то, что описывается глаголом «шув» «возвращаться» или от глагольным существительным «тшува». то, что на языке Священного Писания называется обращение покаяния. И вот цены Израиля, высказано, они, в конце концов, обратятся и взыщут Господа Бога своего. Но сначала Господь взыщет Израиля. Об этом мы читали во второй главе. Я говорю, «Господь, увлеку ее, эту свою неверную жену, то есть, Израиля, увлеку ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее и так далее». И вот эти действия Господа, которые Израиль не заслуживает, действия эти милости Господней вслед за наказанием, они обратят сердце народа к своему Господу. И Израиль не просто начнет совершать служение своему Господу, а он вернется так, как возвращается порой жена к своему мужу. Ведь мало того, для верности мужа с женой, мало того, что они живут под одной крышей и вместе воспитывают детей. Для этого надо, чтобы они еще были и внутренне друг другу верны и не изменяли друг другу и на уровне помыслов, чтобы они всегда и повсюду, и каждый момент своей жизни хранили друг другу эту верность. Только тогда их можно назвать верными супругами. Вот такой верности Господь ждет от своего народа, от Израиля. И эта верность в конце концов восторжествует. Израильтяне действительно обратятся и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего. Некоторые современные авторы видят в этом пророчестве в последнем стихе третьей главы руку позднейшего иудейского редактора книги пророка Осии. Поскольку здесь говорится о Давиде, Осия – пророк северного израильского царства, Давид – царь южного царства иудейского, Давиди, да его потомки правят в Иерусалиме. Но мы увидим из содержания дальнейших глав книги пророка Осии, что пророка Осию, пророка северного израильского царства, интересует не только судьба своего народа, но и судьба братского иудейского народа. И давайте не будем за всяким упоминанием Иудея или Давида в книге Осии видеть руку позднейшего иудейского редактора. Будем вместе со святыми отцами и учителями церкви, древними толкователями книги пророка Осии не исключать возможности того, что Осия мог чаять восстановление единого израильского царства под единым главой, под единым царем, того царства, которое было в самых первых временах существования израильской монархии. Монархии времен Саула, Давида и Соломона. Мы с вами читаем книгу пророка Осии для библейского портала экзегет.ру